Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, а также наши уважаемые контрагенты, как действующие, так и потенциальные. Здесь небольшой слайд, это результаты работы лаборатории психзиологического обеспечения за многие годы своей работы. Вот здесь переведены в данном случае 15 признаков психзиологической дезадаптации. Это видео идет в продолжение моего предыдущего видео. Одним словом, я хочу вам показать и коллегам, и контрагентам, что мы выявляем, что мы получаем по нашим психзиологическим обследованиям. Они проводятся нами достаточно давно и успешно. Итак, первое, что мы видим с вами, это вот эти самые 15 признаков. Всего их 16, но 16 признак, я долго думал включать его, не включать в этот перечень, он такой несколько спорный, но это уже наши внутренние, как говорится, французские дела. Итак, в предыдущем видео я показывал вам 7 таких признаков, здесь их 15, что мы выявляем в процессе обследования. Все не просто так, все очень сложно и все в цифрах до десятых знаков после запятой. Итак, повторюсь еще раз, быстро пробегусь, не буду останавливаться подробно. В предыдущем видео вы поняли наш подход к оценке профессиональной психзиологической адаптации или же дезадаптации работников предприятий. Да и вообще этот перечень может быть с успехом использован для медицинских психологов, работающих в клинике, равно как и для промышленных психофизиологов. Итак, высокий уровень личностной реактивной тревожности, высокий уровень социального контроля поведения, напряженность, трудность адаптации, нестабильность стрессовой ситуации, уровень функциональных возможностей психической адаптации. Здесь уже речь идет конкретно об акцентуации характера, которая потенциально может перерасти в социопатию или психопатию по старинке. Сейчас психиатры начнут кидать у меня тапочки, но тем не менее привык я к слову, к фразе психопатия. Акцентуация характера, социопатия, предпсихопатия, неудовлетворенность нервно-психической устойчивости, шестой пункт, высокий уровень невротизации, невротическое развитие, уже невроз, высокий уровень психопатизации, социальная дезадаптация, социопатия, психопатия. Наличие признаков или предрасположенность к отклоняющемуся поведению. К сожалению, наши руководители особый упор делают именно на этот момент. То есть речь идет об аддиктивном отклоняющемся поведении. Это может быть алкогольная аддикция, наркотическая аддикция и так далее. Вот на это все обращают обыватели, простые граждане, люди, не связанные с психологией, психофизиологией. А все остальное они упускают, считают это неважным, ненужным или еще как-то. Не все, конечно, но тем не менее, руководитель у нас что, пьет, не пьет, наркотики применяет, не применяет. Это все понятно и очень важно и непосредственно и напрямую связано с профессиональной надежностью любого работника. Но поверьте мне, уважаемые руководители, контрагенты, с кем мы уже общаемся, работаем, кто будет возможно с нами общаться, это лишь один и отнюдь не самый главный признак психологической дезадаптации ваших работников. По результатам психологических обследований мы делаем вывод. Первая группа годен, вторая группа ограничена годен, третья группа негоден. И делаем это не разводя руками, создавая какие-то пассы, на картах не гадаем. Мы видим конкретные цифры по нашим предлагаемым методикам, вашим работникам. Работники проходят обследование, мы получаем эти данные, анализируем их очень серьезно, с помощью специальных формул перерасчитываем и выявляем вот эти самые признаки дезадаптации. Наличестуют, не наличестуют. У нас специальные программы для этого существуют, нами же созданные. И соответственно, следующий, десятый пункт. Неудовлетворительный низкий уровень развития общих интеллектуальных способностей. Понятно, о чем идет речь, об интеллекте сниженном или наоборот повышенном. То есть, или это выходцы из народа, или это уровень не очень высокий. Речь идет об интеллектуальных способностях человека. Обратите внимание, это не по МКБ-10, а именно с точки зрения качественной оценки этих самых способностей. Внимание, памяти, мышление, речи и так далее. Значит, тут отдельным пунктом вынесен низкий уровень опосредованной памяти. Как правило, это люди возрастные. Когда мы видим большой показатель по каким-то психологическим пробам, связанных с оценкой памяти человека, мы, соответственно, можем предполагать какие-то нарушения. Будь то в клинике болезнь Пика, Альцгеймера, органические какие-то и так далее нарушения. Низкие показатели функциональных адаптационных возможностей. Низкая работоспособность. Здесь прописан КАП-801 оператор. Коллегам это полезно знать. Мы сейчас используем, конечно, свой комплекс. Комплекс АПК-КД контроль-допуск. АПК-КД контроль-допуск. Ипохондрия отдельно. То есть чрезмерная сосредоточенность человека на состоянии своего здоровья. Какой он работник, если он думает только о том, что у него что-то болит или болело, а он продолжает на этом сосредотачиваться, в общем, тоже одна из предтеч невроза, как минимум. Склонность к депрессивным проявлениям, то есть нарушениям эмоционально-волевой сферы, подчеркну именно слово эмоционально-волевой, не просто эмоциональной, а волевой сферы человека, тоже существенным образом определяет его жизнедеятельность в целом и, конечно, отношение к работе, профессиональной деятельности и, как следствие, ее эффективности этой деятельности. И далее идут неблагоприятно социальные, социальные, психологические факторы. То есть проблема утрат, проблема, значит, семейный, какой-то бытовой фактор, он, конечно, существенным образом играет роль, большую роль в адаптации человека, в его профессиональной, ну и в общем, в целом, социальной жизни. Вот это продолжение видео. На эти цифры можно, в принципе, не обращать внимания. Это наши внутренние французские дела, а вот эти признаки, которые мы выявляем, их всего 16, но здесь показаны 15, 16-й спорный, пока не буду о нем говорить. Мы это выявляем, определяем и четко дифференцируем человека по группам профессиональной надежности. Первая, вторая, третья. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь под этим видео и, соответственно, задавайте вопросы. Это очень важно. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!